В этом году учащиеся 2-го и 9-го классов получат все необходимые учебники бесплатно. На это из городского бюджета было выделено 56 миллионов тенге. Кроме этого, все необходимые учебные литературы будут обеспечены и первоклассники. Во всех остальных классах дети из социально уязвимых категорий семей также получат учебники на возвратной основе из школьных библиотек на бесплатной основе. Все остальные учащиеся приобретают учебники самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Что касается списка необходимых учебников, то в этом году он практически не изменился. Из новой литературы появится учебник английского языка у первоклассников и учебник по информатике у пятиклассников. Кстати, стоит отметить, что учебники по таким предметам, как, например, изобразительное искусство, физическая культура и музыка, родители могут приобретать по желанию. Поскольку такие учебники рекомендованы приказом Министерства образования и науки к использованию, то, конечно, мы рекомендуем их использовать. Вместе с тем, в текущем году из средств бюджета мы такие учебники предусмотрели только для педагогов школ города. То есть педагог будет готовиться к уроку. Те моменты, которые учтены в учебнике, они будут выдаваться на уроках. То есть не нужно будет их приобретать. А что касается розничной торговли и розничного приобретения, будем так говорить, учебников для всех остальных учащихся, то здесь уже на усмотрение родителей. На сегодня списки необходимой литературы можно узнать как в книжных магазинах, так и в школах города. Все основные учебники находятся в свободной продаже. Сбоев с поставками нет. Учебные пособия имеются в достаточном количестве. Полный комплект учебников обойдется родителям примерно от 4 до 11 тысяч тенге. В зависимости от того, в каком классе обучается ребенок. Что касается стоимости, то как отмечает руководство Дома книги, некоторые учебники в среднем подорожали на 20 тенге. Однако большая часть учебных пособий сегодня реализуется по ценам прошлого года. Боржан Ержанов, Евгения Финько, РТН.